Чё это такое? Какая-то трасса. Калушка. Так, музыка играет. Я сделаю потише, потому что музыка и так. Так. Калушка. Продолжаем движение в сторону дачи на выходные. Ну, как я говорил ранее, мы попали там в небольшие пробочки. Не скажу, что серьёзные, но так чуть-чуть где-то мы время чуть-чуть потеряли. Сегодня передал Собянина на Калужском шоссе, пустили новую развязку. Не слышал? Слышал. Открыли новую развязку. Но мы когда ехали, она ещё не открыта была, её же сегодня открыли. Уже проехали или она ещё впереди? Не помнишь? Я думаю, что мы её проехали уже давно. Где её открывали, эту развязку? Ну, чё, не помнишь, Пидор. Где-то в районе МКАДа? Да нет, там что-то на Боровское шоссе вроде бы. Не знаю, я этот... Я думал, ты просто ехал и помнил эту развязку. Нет, я на неё внимания не обращал особо. Ты когда до этого ездил в последний раз там? По Калужке? Да. Не знаю, может месяц назад. Может недели три назад. Что-нибудь изменилось, нет? Ну, я так особо не скажу. Как был ремонт, так он и есть, этот ремонт. Три недели назад был, сейчас ремонт. Через три недели поеду, опять будет ремонт. Стоит ли я тогда? Ну, что, что, надо же как-то выбираться из города. Погода начинает налаживаться. Появляются проблески голубого неба. Полетел. Почему это ему не сделал КУ? Не успел он, пролетел. Эцелоп ведь. Я всегда им делаю КУ. Два раза. Ку-ку. Ну, ладно, из опыта понятно. Но когда идти едут, татупиды, говорят, что на воре шапка горит. И вот они едут, всех предупреждают. Внимание, едет вор. Казнократ. Ну, кстати, меня поражает, как раньше поднимался вопрос, эта волна была по поводу этих маячков, мигалок и так далее. Вроде как приняли закон, что мигалки должны быть только у спецтранспорта, президента и патриарха. Патриарх каким боком здесь? Почему у нас все остальные продолжают ездить с этими мигалками? То есть для них закон не писан? Ну, что, вот неделю назад это была жаблава по центру города в обилии этих ряженых генералов. Я пропустил, не видел это. Вот, там много было таких. Они за день поймали 20 с лишним человек. Доставали липовые корочки, там генерал несуществующих войск, каких-то комитетов. Вот это развязка нет. Еще так, главное, себя нагло ведут. Во-первых, фальшивые липовые документы. Вот их останавливают. Ну, они привыкли так все. ФСБ, да. Как их назвали? Там клоуны, что ли? Клоуны. Размахивают корочками. Такие крутые, блин. Что означает оранжевая разметка? Временная. Ремонт дороги, да? Тоже, наверное, будет развязка здесь строится. Вообще, Калужская приобретает более-менее нормальный цивилизованный вид. Были бы такие оседороги в России? В ремонтах? Е-мое, опять там музыку включила. В этом салоне. Так. Вот эти ряженые, так называемые, генералы и прочая шваль. Вот они и ездят с мигалками. Главное стоит, остановили одного там, я не знаю, звание, показывает корочки. Генерал-полковник, у него на крыше мигалка, с этой скрякалкой. А что это, откуда у вас? Он начинает уже, вот вошел, как бы, в роль генерала-полковника, в образ, да. Вот, есть такое, это не всем положено знать, это такой слава, жвель. Этот стоит, я полковник ФСБ, там, или генерал-майор ФСБ, как-то я могу не знать. Не имею права знать. Ну, нету закона, чтобы их там сажали, расстреливали. Вот, штрафом отделался, или административным штрафом, или там, внушением каким-то. Вот, в очередную пробочку уперлись. Пробка или светофор? Ну, вчера, как поездка, было. Вечерняя? Да. Нормально поездили, позаписывали, по запросу. Спасибо, кстати, Ирине, за поздравление. Да, спасибо, Ирине. В связи со вчерашним праздником военно-морского флота. Вот, вечерком поездили, покатались, по ночной Москве, позаписывали. Чуть попозже также выложим, увидите. У человека туалета, или что, он появился? Да, нет, Слушай, я думаю, что, если вот эту серию разместить, а за ней выложить вот эту вчерашнюю поездку. Ну, так, наверное, и сделаем. Раздавить. Немножко по дням, конечно, получится. Сначала выложить. по-моему, заканчивается уже едешь в Розу, по-моему. Ну, может быть. Потом я чудом оказываюсь в Москве, и продолжаем следующую серию. Нам с ума сходи, они тоже с ума сходят, кто смотрит, скажет. Ну, можно, можно будет выложить, тем более, та серия практически готовая. Да там комментарии все записаны на микрофон. Ее просто залить в YouTube и все. Стекла нужно будет, конечно, внутри промыть в следующий раз. Вообще, вот эта ночная поездка сразу показывает, какие грязные стекла. Днем-то вот не видно. Ну, не знаю, мне, как водителю, это не мешает. Днем? Ни днем, ни ночью. Этот фильм-то снимается для себя? Ну, вот оптики, если мешают, просто я как-то не обращал на это внимания. вечера. по городу въехали до центра, не капель упала, а... В центр въехали сразу, дождь. вы выехали из центра даже закончился кстати домой приехали только припарковались и дождь пошел такой ливень был жуткий футбольное поле все затопило вижу далеко еще ехать да нет скоро уже будем сворачивать ну вот нафига эти щиты ты заметил что на них написано проезжал а внимание отвлекает что с него что справа это я уже говорил я обращаю одно дело кто сидит пассажиром там справа или сзади пассажиры кстати тоже да смотрят им-то не дорога важна так что вокруг происходит не знаю я на эту дребедень внимание не обращаю смотрю там знаки развязки какая-то информация уже это вы до чехова по моему свернули до или чехов проявляет конечно до чехова до чехова задолго до ну до чехова по моему километров восемьдесят семьдесят восемь не было около восьмидесяти да мне кажется поменьше так там что обрабатывается то господи очередная серия вот весь маршрут сколько едем у нас ремонт 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 развязка какая-то видишь рано или поздно закончится да и массово то в пробках не постояло я не знаю воскресенье пятница это была пятница пятница час дня я не знаю конечно что там в пятницу вечером творится наверное вообще дурдом туда основной поток едет так пятница обед до вечером рванут на дачу на дачи умные люди выезжают на дачу в субботу полночь они в понедельник и если выехать в субботу в полночь то можно проехать свободно от олег по моему рассказывал они выехали в субботу чуть свет в такую пробку приехали у меня у знакомых дача на ярославке выезжают вечером там девять в десять в одиннадцать вечера приезжают в три часа ночи в четыре часа ночи хотя ехать там меньше ста километров хорошая дача ярославка вообще вся стоит не ну сейчас же в мытищах сделали вроде бы там шесть полос я в томск ехал так думал настраивался что в мытищах там часа полтора-два потеряю на удивление пролетел просто глянул почти закончили там есть еще в одном месте бутылочное горлышко а на бипи то заезжал что там заправлялся на обратном пути же заезжал заправлялся да я сейчас еду у меня бензин заканчивается но решил решил заправиться на обратном пути потому что был уверен что до места мне точно хватит здесь заправка через каждый километр по моему ну смотри вся дорога в ремонте не ну по крайней мере хоть движение какое то есть они же расширяет я по моему да наверно 23,24,24,24,26 Двадцать шестая. Двадцать девятый файл, это уже назад. В магазины не заходили, здесь ничего не покупали? Да нет, мы нигде не останавливались, даже прямиком поехали. Что-то покупать тут, мне не подойти к ним, смотря, все забором угорожено. Ну я думаю, может дольше там. Тем более, друзья у нас все купили, мы приехали уже на все готовенькое. Это по-моему налево, да, поворот сейчас? Нет, мы будем поворачивать направо. Нет, здесь вот стоят налево, видишь, самые умные едут по этой, в том числе и ты. Там ни знаков, ничего. Неожиданно они так. Тем более, я дорогу не знаю. К КАМАЗу что-то прилипло, пакет какой-то. Тогда обратил внимание, сейчас обратил внимание. Обратил внимание, не на ноги, а на некоторых больших грузах удальнобойщиков. На диске, бутылка, на этот, на болт, который крепит колесо в косе, бывает бутылку надевают. Для чего, я не знаю. Не знаю. Надо будет, если что спросить на трассе, уверить такое, что это означает? Не обращал внимания. Мошенников не видел? Да нет, их уже нет давно. На юг уехали. Хотя я видел мошенников даже в Москве. На третьем транспортном кольце стояли, да. На трешке где-то в районе... Там есть такой... Ну, это самоубийцы. Они думают, что с трешкой убежать куда-то, что ли? А если там пробка? В районе трешки есть хитрый проезд, о котором мало кто знает. Там не знают единицы вообще. Как уезжать на него? Откуда? Едешь по трешке, ну если там днем, утром, вечером... Торговый центр справа? Да. Въезжаешь в туннель перед Кутузовским. И вот этот туннель стоит, ну, регулярно. Он почти всегда стоит, кроме ночного времени, суток. Но если уйти в этом туннеле, в самом начале этого туннеля, есть... Знак стоит какой-нибудь. Кутузовский проспект в сторону центра. А, сначала такой стоит знак? Но мало кто знает, что когда съезжаешь в это ответвление, Кутузовский проспект в сторону центра, там можно проехать и свернуть, да, на Кутузовский в центр, и проехать дальше прямо, и выскочить в конце туннеля, когда пробка уже заканчивается. То есть, если интересно, я могу проехаться по этому месту. Я проезжал по этому месту, я сделаю акцент на этом. Туннель стоит, а мы проскочили. Да, у нас информация дорожная, это как будто враги эту информацию на дорогах размещают. Я имею ввиду знаки, развязки все эти. Вот я уже вчера, по-моему, рассказывал про трешку, когда вот подъезжаешь к Ленинскому, уход направо. И тут же следующий, вернее, первый уход направо – это центр, а тут же следующий – это намкат. Вот люди, которые не знают первый раз, сто пудов они это место проскочат. Потому что там стоит висит табличка, как будто… Маленькая табличка в центре. Да, этот, как будто А4 формат такой взяли, прилепили от руки. Хотя можно было бы на асфальте там даже цветом выделить как-то, чтобы помочь людям. Ну, я имею ввиду… Да, из Ленинского, когда сворачиваешь на трешку, там тоже не очень все удобно. Да, да, там тоже мозги сломать можно. Надо проехать несколько раз, чтобы попасть. Вижу. Я спровоцировал его, что я его ждал, когда ты уедешь. Да, не я особо не гоню. А зачем по левой полосе идешь? Он уцепился бы за фору, в метрах в пятидесяти шел бы за ней. Так, тоже не разметки нифига нет. Обочина есть? Обочина грунтовая? Не обратил внимания? Нет, не обращал, но судя по всему там тоже бетон. Вспоминаю Кавушское шоссе. В 15-летней давности. А вот кошмар был. Ну, кошмар в не очень таком ужасном состоянии. Но и колейность, и дорога была разбита капитально. Да, там закончилось. Сейчас начну этот YouTube размещать. Ваши базары, вот эти разборки. Так. Ничего такого не было примечательного? Нет. Обычная скучная дорога. Едешь, едешь, едешь. Угу. 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 На этом кольце мы, по-моему, направо уходим. в Чериково въехали. Это область, это как Подмосковье. Нет, интересно, он сдавал. Нет, там по-моему. Свернул скалушки. Ну и как я понимаю это малая бетонная или как его там называют? Цикат, центральная кольцевая. Она вот и до Розы идет. Протяженностью, по-моему, 250 километров она вроде бы будет. Ну мы тут тоже недолго ехали. 7-10, наверное, свернули налево в сторону солнечного города. Так называется? Город или поселок? Не город, это дачный поселок. Там недалеко построили новый полигон. Танковый? Ну там и танки, и самолеты, и вертолеты, по-моему. И пострелять можно из боевого оружия. Огромная площадь у них. Конечно, из танка пострелять навряд ли дадут. Атополем? Я думаю, много желающих будет в сторону Америки запустить или Европа. Это торговля, что я не вижу вдоль дороги. Торговля чего? Местных жителей там чем они торгуют. А там никого и не было. Мы едем в какой-то промзоне. Ну интенсивность все-таки не хилая. Так, сейчас пока обработал и проверил аккаунт Видео Дорог 2, поступило сообщение от Николая. Значит, да, Николай, очень рад, что мы вместе учились в одном институте. Ну я, конечно, очень древний, в 80-м году закончил его. Да, это был один из лучших вузов Советского Союза. По рейтингу он был на 4-м месте после МГУ, Бауманского и что-то еще было, Ингимо. Следом шел Киега. Мияга, Рижский, они вообще-то где-то в хвосте плелись и даже близко не стояли. Это был один из самых престижных вузов Советского Союза. Один из лучших, если не самый лучший авиационный вуз Ленинградской Академии Гражданской Авиации, АЛАГА. Она была, наверное, на 5-6 уровней ниже. Ну, в общем, я очень горд, что вот нашел одного институтника, или как, однокашника, как назвать-то не знаю. Был такой случай... Сейчас стоим, что ли? Ну, святофор. Был такой случай... Ну, наверное, знаешь, что... Весь Киев ходил в этих... в Гафовцах. Гафовцы это гражданский воздушный флот. Их так называли по старинке. В шинелях, вот... Куда не пойдешь, везде встретишь гафовца. И однажды пошли в кино. По-моему, в Довженко, в кинотеатр. Какой фильм, уже не помню. Вот. Ну, треть зала сидели гафовцы эти. И вдруг на экране кинотеатра показывают кадр. Останавливается автобус. Из него выходят 2 или 3 человека на крайнем севере. И следующий выходит гафовец. Грохот, хохот, смех стоял просто непередаваемый. Вот такой был момент. Но, к сожалению... К сожалению, я больше там не был ни разу после 1980 года. И правильно сделал. Потому что у нас ребята ездили на 25-летие окончания института туда. приехали и рассказали мне. Я был так расстроен. Просто слов нету. Уже, по-моему, началась перестройка эта. Ну да, перестройка была. И как они рассказали, во что превратился институт. У меня вот даже слезы на глазах наворачивались от того, что с ним сделали. Ни финансирование, ничего. В общем, был один из лучших вызов. Я не побоюсь этого слова. Не только в Советском Союзе, а и в мире. Кто только там не учился. Со всего земного шара. У меня вот однокурсники и в Европе, и во Вьетнаме, и в Африке, и на Кубе. Ну, кто со мной учился, один. Второй остался в Москве. Значит, Эдуардо Лопез Жирена, а на Кубе Рейнальдо Рамос Санчес. Сейчас. Вот. Да. Да. Очень рад. Очень рад, что вот... Ну, рад, что ты тоже оканчивал этот Акияга. Так. Что ты еще хотел сказать про Акияга? Да я много про него могу что рассказывать. Все-таки это лучшие годы были. Молодые. Если помнишь, что там общежитие номер 9, там на Верхоторе, которое было. Вот. Мы первые, кто туда заселились. Мы были первыми. Сейчас, не знаю, там есть эти общежития или нет. Все-таки количество, наверное, студентов резко упало. И Нивки, помню. И... Много ребят, вот я сейчас знаю, и в Москве живут, и... Да вообще по всему миру, кто окончил Киевский институт инженером гражданской авиации. Может быть, слышал такую фамилию Ильичев Сергей Викторович, президент транспортной клиринговой палаты. Так он тоже оканчивал Киева, вместе учились. Кстати, ректор после развала Союза, Аксенов, замечательный мужик, в очень тяжелом положении материальном был. Приехал, вот, Сергей помог ему с работой. И, ну, многие гражданские авиации специалисты, кто раньше нас заканчивал, кто позже, вот, приходили и получили необходимую помощь тут, в Москве. Многих уже нету, к сожалению. Ну, я вот искренне говорю, рад, что вот услышал. Так, ну, что здесь дальше? Приехали, что ли, уже? Ну, мы, да, мы уже подъезжаем к месту. Какой номер файла это? Не помнишь? Двадцать пятый. Двадцать пятый? Ну, вот, на двадцать шестом файле это можно остановиться будет. И обратный путь уже... После ночной съемки. Да, после ночного вояжа, путешествия. Да, я тоже удивлен. Там, помню, был кафе Дюймовочка. Ну, мы его называли Дюймовочка. Вот, студенческое кафе. Вот там отжигали. Очень любил в читальном зале посидеть. Шикарный читальный зал был. Да и база была. Техническая база. Нигде такой базы больше не было. Аэродинамическая труба. Ну, вообще... Такое было учебное заведение. Узкая, на самом деле, дорога. Две машины с трудом разъезжаются. И она вся такая петляет. Ну, это же сельская местность, да? Ну, это не сельская местность. Я так понимаю, это какой-то... Уже и есть солнечный город. Вот это вот? Да, это... Ну, наверное, кто-то выкупил площадь, территорию. Ну, и строит коттеджи, дома. Да, продает. Ну, что, эту часть заканчиваем и все? Ну, наверное, да. Красивые места. Красивые участки, дома. Интересно, зимой дороги чистят, нет? Ну, надо полагать, что чистят, конечно. Тут же зимой, наверное, живут. Это что, рынок? Конечно, да. Там дома... Нет, это не рынок. Там дома такие, что там в любое время года можно приехать. Ну, вот, собственно, мы въезжаем. Это автономно или у них там питание все, наверное? Лачи. Солнечный город. Что, пропуск нужно, что ли, лечить? Нет, мы остановились, там самолет летел. Да, здесь нужен пропуск. Но на нас пропуск заказали. Нет, а самолет? Самолет летит. Мы подумали, что военный. А-а-а. Это огромный был. Ну, это же, по-моему, Внуково там. Да-да-да. Остановились, решили посмотреть, что там над нами пропитает. Вдруг америкосы. Солнечный город. Дачный поселок. Охраняемая территория. Частная территория. Частная территория. Что даже пропуск не спросили? Заказывали на номер машины пропуск. А-а-а. Забавные названия улиц здесь. Ромашковая. Ромашковая. Солнечная. А-а-а. Ну, это нормально. А-а-а. Так и надо назвать. А то там какого-нибудь деятеля, которого никто не знает. Достойные люди, конечно, должны улиц носить названия достойных людей. А вот так красивая, тенистая там, лишневая. Ну, все. Так, это заключительная пятиминутка. Какая серия? Пятая? Пятая? Да. Или 5-А? Не знаю, пусть с нами разбираются. В общем, это следующая серия. А-а, тут видно будет, сразу можно будет остановить, чтобы... Ну, что, это какой-то промышленный центр, что ли? Промзона или еще? Не знаешь? Не, не знаю. Наверное, видеонаблюдение? Ну, конечно. Охрана, видеонаблюдение. То есть, слева колючка на заборе. Чтобы никто не вылез. Чтобы никто не мог убежать. И полицейские лежат. Ох ты, господи! Да, полицейские на каждом перекрестке. Я вспоминаю этот Магочу. Это на трассе Амур. Город Магочи. Город золотодобытчиков. Так там полицейские через каждые 50 метров. Вот не по дороге идешь, а знаешь, как прыгаешь. Я назвал его этот город лежачих полицейских для себя. Не, ну картинку держит хорошо. Видишь, как капот у тебя этот дергается? Вот сейчас на полицейском. Посмотри. Да, да, да. Машина прыгает, а картинка на месте. Очень хорошая функция. Вот здесь отдыхают люди. Устал отправить до трудов ежедневных. На самом деле еще много недостроенных домов. Так. Так. Это у нас какая? Космический проезд. Проезд. Проспект. Проезд. Она тоже называет проспектом. Космический проезд. Оперед. Космический проезд. Корейский. Поезд. Ну всё. Эту серию заказываем. Заканчиваем. Следующие серии будут или две или три серии, по всей вероятности три, наверное. Это движение по Ночной Москве. Я думаю, в две можно будет уложиться. Там сколько? В два с лишним часа же? Нет, там час сорок, час пятьдесят где-то. А, вот так? Тогда две серии. Общее время час сорок, час пятьдесят. Ну, полтора часа, это по пятьдесят пять минут. Эко-деревня. Ну, собственно, вот мы в эко-деревню и приехали. Да, и приехали. Нам... Ехали, ехали, и мы приехали. Нам сюда. Ну, всё. Всё, пока.